Трагедия с продолжением. Две недели назад наш телеканал рассказал историю Надежды Охапкиной. В страшном пожаре сгорела часть дома, в котором проживает пенсионерка. Комнаты залили при тушении, пришлось отключить свет и газ. Неравнодушные вановцы узнали о женщине из соцсетей. Кто-то приезжал лично, привозил горячую еду и теплые вещи, кто-то помогал рублем. В сумме за несколько дней на восстановление жилья собрали около 100 тысяч. В мэрии погорелицы тоже оказали мат-помощь, теперь содействует в оформлении документов. По бумагам дом до сих пор принадлежит ее отцу, который умер больше 30 лет назад. Чтобы вступить в права наследования, нужно восстановить свидетельство о смерти мужчины. Но это тоже не сразу по тому, как надо восстановить свидетельство о рождении отца, свидетельство о рождении самой Надежды Константиновны. И, соответственно, дальше уже работать с нотариусом о восстановлении прав собственности ее на вот это жилое помещение, которым он обладает. Городские власти предлагали пенсионерке на время переехать в гостиницу. Отказалась. Тогда волонтеры решили, что нужно ремонтировать частный дом. Чтобы женщина не замерзла, необходимо вернуть тепло. Газовики потребовали заменить изношенное оборудование и восстановить крышу. Неравнодушные вановцы сделали это за свой счет и своими силами. Совсем скоро в доме вновь появится отопление. Купили и новые вещи взамен испорченных. В полусгоревшем доме вместе с Надеждой Охапкиной живет соседка Лариса. Чем занимается, неизвестно. Представляется опекуном пенсионерки. Та дама, которая с ней проживает, к сожалению, она не имеет регистрации в городе Иваново. Она не работает. Она, естественно, как говорит, что я являюсь ее опекуном, она не является ее опекуном. Но то, что она с ней находится, это доброе желание, опять же, Надежды Константиновны. И мы здесь вмешаться в ситуацию не можем. Впрочем, у истории о том, как добрые горожане помогли пенсионерке, есть и обратная сторона. Власти и волонтеры говорят, что за короткий срок женщина привыкла к повышенному вниманию и стала злоупотреблять им. От бесплатной замены окон на пластиковые отказалась. Холодильникам, которые принесли волонтеры, осталась недовольна. Санитарную обработку, а она здесь явно не помешала бы, проводить запретила. Волонтеры, которые хотели как лучше, ушли обиженные. Никакой благодарности не получили. Впрочем, их никто ни о чем и не просил. С чего теперь обижаться? Очень благодарны всем, кто принимал участие. Всем абсолютно.